Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет видео с котом. Сегодня я вам еще раз расскажу про своего кота и покажу вам вещи, которые я ему купил, так сказать, на день рождения, на новый год. Я буду еще своему кастом, конечно, еще подкупать вещей, но пока что думаю, что ему хватит, потому что посмотрите на его жировик, просто зажиренный и на его пузо огромный. У нас немного случилась проблема с кормом, мне было в завозе корма, я ему купил другой корм, который ему более-менее подошел, его прям разнесло, у него начало сдуваться пузо, но вроде бы сейчас он у него не ждут, а все хорошо. Сиськи что-то прям затолстели и живот поднялся, прям такой огромный стал. Вот нужно ему сбрасывать сейчас вес, я ему купил игрушки, которыми он будет играться и сбрасывать вес. Из понедельника я уже надеюсь, что приедет его долгожданный корм, который он уже так долго ждал, потому что это самый вкусный, самый любимый его корм. Так что я купил Фарику новые игрушки и сейчас мы их подробнее рассмотрим. Я купил также еще Фарику лежанку, сейчас я вам ее тоже покажу, потому что у Фарика не было лежанки, он спал на своем мягком одеяльце, я решил ему купить лежаночку. Он сегодня очень рад, потому что у него новые игрушечки, он прям весь такой радостный, весь скакает, носит эти игрушки по всей квартире, бегает, сбрасывает вес, это меня очень радует. Вот такая вот лежаночка, она очень большая, очень огромная. Тут есть у нас голубой цвет, белый цвет, розовый цвет. И когда я ему только поставил эту лежанку, она вообще стоила 90 злотых, это 900 гривен, когда я ему только ее поставил, он с нее выпрыгивал. Я расстроился, конечно же, но потом под вечер я зашел в комнату и вижу то, что он на вот этой половине себе лежит мордочкой сюда, либо же сюда, я уже не помню, и прям я очень обрадовался вместе с моими родителями, потому что они тоже, это их не деньги, они же свои деньги потратили, они тоже были расстроены, и вот он лег, и он теперь оставил здесь свой запах, и лежит здесь спит вместе со мной. Это такие более бюджетные лежанки для кота. Нужно и для кота врать, и для собаки. Нужно врать, обязательно очень глубокие, если ваш кот или боже собака любит глубокие места, а если он любит такое тверденькое, то берите поменьше. Вот, посмотрите на этот бортик, он очень глубокий, и вот вниз, здесь такой специальный материал, чтобы она никуда не скакала более-менее. Эта лежанка за свои деньги в принципе топ, мне она очень зашла, так что я вам тоже советую покупать такую же лежанку, может быть в другом цвете вы найдете. Когда фарик был маленький, у нее была такая же похожая лежанка, только она была где-то вот так вот напополам разделена, по габаритам, здесь один, она была такая в два раза меньше, и она была оранжевого цвета, кто помнит, кто олды моего канала, они обязательно помнят то, что была эта лежанка, можете полистать вниз и посмотреть, найти видео с моим котом, там где я первый раз его увидел, купил, вот там все это есть. Для этого нужно зайти в плейлист, мой кот фараон, и там будут все видео про моего кота фараона. Хоп, подъезжаем. Сейчас я ему еще хочу вручить сюрприз на ваших глазах, который он еще в своей жизни ни разу не видел. Это вот такой сюрприз, это вот такая вот ленточка, он уже вон дымает голову, во-первых, она блестящая, он любит такое жевать, вот он сразу начинает ее зажевывать. Все, он начал урчать. Вот такая вот ленточка, посмотрите, он сразу реагирует на нее. Она сразу вылизывает, сразу начинает. Так, пока он увлечен лизанием этой ленточки, я вам покажу следующую игрушку, с которой он просто не может растал. Это вот такая вот игрушечка, его самая любимая игрушечка. Она тут звенит, и у нее на кончике, как будто бы это курица, либо какая-то птичка, и она ему очень нравится, он берет ее в зубы вот здесь, в этом месте, и носит по всей квартире вместе с этой палкой. Вообще, она создана вот, чтобы так вот игрался с ним. Ну, и еще, друзья, я купил вот такие вот разные мячики. Итак, мы начнем с такой тиглиной головы. Почему тигр? Потому что, смотрите, у него очень большие уши, как у моего кота фараона. У него очень интересная мордочка, у него есть такой хвост, перел такой вот хвост, хвост перо. Очень интересно. И фарик, в принципе, с ними играется тоже, как будто бы в футбол играет. Очень хороший. Такой мячик мягкий, не травмоопасный. Следующий у нас идет мячик, тоже такой мягкий. Раскраски. Красная раскраска и раскраска тигра. Та же самая ткань, мы можем видеть. Вот. Тоже такой очень интересный мячик. И следующий мячик. Следующий мячик. Это у нас такой обычный оранжевый плетеный мячик. Просто такой твердый и гремущий. Там был комплект из четырех штук. Вот еще есть такой голубой. А два шарика, он куда-то, к сожалению, загнал либо под кровать, либо где-то по квартире разобросал. Ну, коту фараону, конечно же, больше нравятся такие ручки, которые можно пожевать. То есть, очень интересный такой материал для него, потому что он не человек, он не понимает, что это за материал. И он ему постоянно очень нравится. Вот посмотрите, как он сожевывает просто. Единственное, в этом деле, нужно кота контролировать, чтобы он не нажался этой ленточке, ему не стало плохо. Вот видите, он прям трется в нее, ему очень хорошо. У него такая же страсть к папоротникам. Это такой цветок, если вы знаете, конечно же. Вот. И он, когда видит папоротник, он сразу его начинает есть. Он мне так пол папоротника чуть не съел. Он съел, а потом рогал ходил на всю квартиру в 3 часа ночи. Там соседи были просто в шоке. Подождите-ка, у него кайфушка. Просто натянул ленточку, он себе сидит, облизывает и трется огни. Вот такой у меня счастливый кот. Друзья, ему, если что, уже 5 лет будет исполняться в этом году, ой, в следующем, то есть, году будет летом исполняться уже 5 годиков. Он уже такой маленький мой сыночек, мой братик. В общем, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем. Пока-пока. Он продолжает жевать свою ленту. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok